Начало нового учебного года. Кто-то в этот праздничный день в очередной раз переступает порог школы, чтобы вновь приступить к занятиям, а кто-то впервые знакомится с ровесниками в детском саду. У Дашкалят Ленинского района особый праздник. В День знаний у нас открылись сразу два новых образовательных учреждения. Детский сад «Семицветик» на 140 мест в городе Видное и детский сад «Калейдоскоп» на 225 мест в поселке Дрожжино. Наша съемочная группа побывала на их открытие. Сентябрьское утро. Счастливые лица ребятишек, их родителей и воспитателей. И тому есть прекрасный повод. Строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне «Завидное» завершено. И сегодня, 1 сентября, детский сад «Семицветик» начинает свою работу. На торжественном открытии детского сада номер 12 собрались многочисленные гости. В их числе глава Ленинского района Сергей Кошман, начальник управления образования Дмитрий Волков, заместители главы, представители строительных организаций, ну и, конечно, педагоги, дети и их родители. Это очень здорово, потому что детей в Ленинском районе достаточно много. И открытие нового сада способствует размещению детей в сады и большему свободному времени для родителей. Ребятишки хорошо подготовились к празднику и порадовали всех танцами, стихами, а также своим задором и радостью. После поздравительных речей участников мероприятия состоялась церемония «Перерезание символической ленточки». И вот самый важный этап праздника – экскурсия по детскому саду «Семицветик». «Всем на свете, всем, 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 для решения родительских проблем открыт веселый детский сад. Его представить вам я рад». Гости увидели семь прекрасно оснащенных групп. Пищеблог, спортивный зал, а в музыкальном зале малыши показали танцевальный номер. Затем ребятам вручили подарки. «Мы все рады и счастливы. У меня будут ходить в этот садик двое детей. Поэтому мы все безумно рады. Все очень красиво, здорово». «Я очень рада, я пойду в мой детский сад». Каждая дверь «Семицветика» ведет в сказку. Какую именно – и предстоит выяснить дошколятам. В этот день еще один детский сад с красивым названием «Калейдоскоп» распахнул свои двери для маленьких воспитанников. Самые юные жители микрорайона «Бутово-парк-2» теперь имеют возможность посещать современное, уютное и безопасное учреждение. «Строителям скажем большое спасибо. Достаточно современный и очень красивый». Лисичка, мишка, зайка, собачка, даже пират и клоун. Вот такие интересные костюмы выбрали детишки для праздника. Веселый хоровод, игра в ладушки, песни и танцы. Первый день в садике оставит самые добрые воспоминания. Глава Ленинского района Сергей Кошман, присутствующий на мероприятии, выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве детского сада, в первую очередь компании «Мортон». Затем заведующие «Калейдоскопа» вручили символический ключ от учреждения. «У меня в руках волшебный ключ. Ключ, который откроет дверь в мир чудес, ярких красок и разноцветных событий для того, чтобы наполнить жизнь наших детей незабываемыми впечатлениями». Гостей пригласили осмотреть новое помещение. Сразу стало заметно, что детский сад имеет прекрасную материально-техническую базу. Здесь 12 оснащённых групп – музыкальный и спортивный залы. Группы уже укомплектованы, а педагоги и воспитатели спешат приступить к любимой работе. Несомненно, они создадут в детском учреждении атмосферу доброты и участия, сделают всё для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. Приятно отметить, что количество дошкольных учреждений в нашем районе растёт быстрыми темпами. Это значит, что через некоторое время очередь за путёвкой в садик значительно сократится. «Два детских сада 1 сентября открыли свои двери. Это замечательно. Мы через месяц откроем третий детский сад в городе Видном. А в планах наших последующих – это открытие шести детских садов в 2015 году и двух общеобразовательных школ». Затем делегация Ленинского района направилась в Видновскую школу номер 7. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, по традиции открыла праздничное мероприятие. «Мы приготовились к тому, чтобы новый учебный год в седьмой школе начался обновлённый, отремонтированный. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята, которые идут в первый класс, традиции седьмой школы, хорошей школы, добротной, надёжной, в качественном своём образовании, обязательно бы их поддержали». Начальник управления образования Ленинского района Дмитрий Волков поздравил учащихся с началом учебного года. «Я хочу от всей души поздравить в этот замечательный, волнующий, но памятный дет наших первоклассников. Это тот замечательный жизненный момент, который нас всегда связывает с тем событием, с которым мы будем всегда в памяти по жизни. Есть те, кто в дальнейшем пойдёт во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать успехов именно и в профессиональной жизни. Отдельно хочу спасибо сказать нашим ветеранам педагогического труда». Нарядные, с разноцветными букетами, в предвкушении новых знаний и общения учащиеся. Наконец-то школьная пора. «Мне нравится. Не знаю, мне нравится учиться. А любимая есть предпись у тебя?» «Да, математика. Потому что там аппетитно кормят, и там ещё всякие уроки надо задавать. Учим это хорошо, очень для ума полезны. Всякие стихи большие будут нам задавать потом». Радостное и взволнованное настроение у родителей, которые провожают детей в школу. У педагогов, открывающих новую страницу своей профессиональной деятельности. У школьников, которые успели за лето, соскучиться по одноклассникам и учителям. «Я соскучилась по школе. Почему? Потому что у меня самая лучшая учительница в классе и самые лучшие друзья. А учительница как зовут?» «Елена Сергеевна». Несомненно, впереди у ребят новые достижения и победы. Самые маленькие первоклассники, как никто, спешат делать первые шаги к успехам. «Ранец, прописи, тетрадки, всё давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс». Ученики постарше тоже хотят вернуться в школу, но не только из-за учёбы. «Я очень рада, что я увидела своих одноклассников. А учиться хочется?» «Нет». «Здесь весело. Летом бывают моменты, когда нечем заняться, а здесь всегда есть». Прозвенел звонок – пора в школу. Учебный год вступил в свои права. Теперь юным мальчишкам и девчонкам предстоит добросовестно учиться и чтить свою школу, приумножать её победы в соревнованиях и конкурсах. Не только муниципального, регионального, но и международного уровней. В добрый путь, дорогие ребята!